История здравоохранения представляет собой часть истории человеческой цивилизации и уходит корнями в глубокое прошлое. Секреты древней медицины раскрываются в результате археологических исследований и изучения средневековых рукописей. Фариют Олег Берлие, доктор исторических наук, профессор истории, заведующий отделом Института рукописи Национальной Академии Наук Азербайджана, рассказывает об истории цивилизации и здравоохранения в Азербайджане и соседних регионах с древнейших времен до начала XIX века. Это первая часть фильма, которая рассказывает о медицине эпохи Палеолита. Азербайджан расположен на Южном Кавказе рядом с древнейшими центрами цивилизации Среднего Востока. Археологические исследования показывают, что люди жили здесь еще миллион лет назад и уже обладали определенными медицинскими навыками. С этой точки зрения объекты, найденные в 1960-х годах археологам на медали Гусейновом в Азербайджанской пещере и в долине Гуручая представляют особый интерес. Археологи обнаружили орудия труда возрастом около 1 миллиона лет, а также предметы, изготовленные людьми, жившими 400 тысяч, 200 тысяч лет назад. Древние люди верили, что магия и колдовство могут помочь в борьбе с различными заболеваниями, что подтверждается археологическими находками в Азербайджанской пещере, включая тайник с черепами пещерных медведей и загадочными насечками на их поверхности. Такие алтари были найдены и в других пещерах по всему миру, и связаны с существовавшим верхним палеолитикультом медведей. Алтарям с черепами пещерных медведей поклонялись в надежде на удачную охоту, сохранение сил, здоровье и исцеление от заболеваний. Немдертальцы, жившие несколько десятков тысяч лет назад, уже обладали определенными знаниями о лекарственных растениях. Древние люди имели представление о лечении некоторых заболеваний. Они даже умели проводить простые хирургические операции, в том числе, ампутации, знали, как перевязывать раны и накладывать шины при переломах. Хотя, конечно же, в то время вся эта деятельность пока еще носила примитивный характер. Люди палеолита знали о целебных свойствах ряда растений, таких как эфедра, алтей, ромашка, золототысячник, тысячелистник и другие, известные в современной народной медицине, как мочегонные, тонизирующие, ранозаживляющие и противовоспалительные средства. Лекарственные растения были найдены в могиле неандертальца в пещере Шанидар в Ираке, что позволило предположить, что люди, жившие 60 тысяч лет назад, уже пользовались лекарственными растениями. В то же время находка скелетов с инвалидностью, со следами переломов и артрозов, доказывает, что за этими людьми существовал определенный уход, и они получали элементарную медицинскую помощь. Люди палеолита верили, что поклонение тотемам, то есть, определенным животным, которых они и считали своими покровителями, защитниками или предками, могут защитить здоровье и жизнь людей, принести удачу в охоте, защитить от хищников и врагов. Изображения животных наносились на стены пещер и скалы. В частности, множество наскальных рисунков времен палеолита и мезолита сохранилось в государственном заповеднике Гобустан в Азербайджанской республике. С целью излечения от болезней и устранения прочих невзгод исполнялись ритуальные танцы. Сохранившиеся в Гобустане наскальные изображения групповых танцев, исполняемых людьми, держащими друг друга за руки, напоминают азербайджанский национальный танец, ялы и другие танцы подобного типа. Древние люди страдали от заболеваний зубов. В конце 60-х годов прошлого века профессор Азербайджанского медицинского университета Дамир Гаджиев и впоследствии Робея Касимова изучили остатки зубов пренеандертальца на фрагменте челюсти, обнаруженной в пещере Азых в Карабахском регионе Азербайджана. Было установлено, что челюсть принадлежит молодой женщине, но эмали ее зубов уже повреждена, в силу постоянного выживания сырого мяса и другой грубой пищи. Люди каменного века уже знали, как удалять зубы, умели убивать зубной нерв и заполнять пломбу из воска дупло поврежденного зуба. Зубы со следами бурения обнаружены в некрополе каменного века в Пакистане. Отверстия просверлены доисторическим кремневым буром, изготовленным 9000 лет назад. Состояние здоровья людей-палеолита в Азербайджане в значительной степени было связано с характером их питания, то есть с регулярным потреблением богатой протеином мясной пищи, а также дикорастущих плодов, орехов, трав, ягод и кореньев. Такую диету у людей древнего каменного века принято называть палеолитической. Современная наука установила, что пища, богатая протеином, нормализует уровень сахара в крови, способствует сгоранию жиров, увеличивает мышечную массу, улучшает способность к обучению и память, создает позитивное настроение, укрепляет сердце, замедляет старение, способствует долголетию и увеличивает плотность костной ткани. В регионах с высокоразвитой земледельческой цивилизацией палеолитическая диета вышла из употребления в результате так называемой неолитической революции, когда люди наконец покинули пещеры и начали заниматься земледелием и скотоводством. В результате, в их рационе увеличилась пропорция ранее редко потреблявшихся мучных блюд. Богатые углеводами хлеб, каши, разного рода выпечки, злоупотребления которыми вредно для организма, превратились в каждодневную пищу людей эпохи неолита. На Южном Кавказе, включая Азербайджан, постепенный переход с палеолитической на неолитическую диету начался примерно 9 тысяч лет назад. Одним из тех, кто в 1975 году предложил взродить палеолитическую диету, был американский гастроэнтеролог Вайтер Вайктлин. В 2000 году было опубликовано исследование питания и долгожительства, в которое азербайджанская национальная кухня была проанализирована с точки зрения ее влияния на здоровье. Современный подход к палеолитической диете предусматривает потребление продукта в основном растительного и животного происхождения, которые включают в себя мясо, рыбу и птицу, а также фрукты, овощи, ягоды, корнеплоды, которые составляли рацион наших предков. В то же время, эта диета исключает злаки, молочные продукты, бабовые, сахара и переработанные масла, которые считаются вредными для организма. В 2007 году палеолитическую диету объявили основным трендом среди диет, основываясь на популярности опубликованных о ней книг. Однако тут я должен сделать определенное замечание. Палеолитическая диета имеет свои противопоказания. Она подходит не каждому и ею не следует злоупотреблять. Признавая пагубное влияние на человеческий организм чрезмерного потребления сахара, сладости и мучных блюд, характерное для современного мира, должен отметить, что в процессе эволюции характер обмена веществ у земледельческого населения нашей планеты несколько изменился. Для многих наших современников непросто следовать диете древнего каменного века с избыточным потреблением животных белков и жиров. Кроме того, регулярное потребление белковой пищи, в частности красного мяса, рыбы и птицы, опасно для людей с серьезными заболеваниями печени и почек, а также с нарушением пуриного обмена, то есть больных, страдающих подагрой, а также артрозами, артритами и другими ревматическими заболеваниями. В то же время, в эпоху палеолита интенсивное потребление мяса компенсировалось изобилием в рационе фруктов, овощей, трав, ягод и орехов, которые содержат витамины и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования организма, а также растительные волокна, улучшающие перистальтику кишечника и замедляющее всасывание жиров. Тот же подход к употреблению мясных блюд характерен и для азербайджанской национальной кулинарии, в которой мясные блюда сервируются зеленью и овощами, такими, как эстрагон, базилик, лук, чеснок, сельдерей, огурцы, редька, мята и т.д. Мнение о том, что палеолитическая диета состояла только из мяса, рыбы и птицы совершенно неверно. Мясо крупных травоядных было любимой пищей древних людей, но не всегда было реально добыть его. Охота была непростым делом и дичи не всегда было достаточно. В этих случаях пещерные люди, спасаясь от голода, ели все, что попадет в руки. Они не пренебрегали улитками, змеями, ящерицами, насекомыми и лягушками. Диета людей палеолита зависела от географической, природной среды их обитания, то есть, от того, какие животные и растения распространены вокруг них. В крайних случаях они ели даже падали. Нередки были случаи каннибализма. В результате раскопок в палеолитической пещере Азых, а также на археологических стоянках Мингичер и Бинагади в Азербайджане, были обнаружены ископаемые останки животных, на которых охотились жители палеолита. Среди них ископаемый бинагадинский носорог, олени, ланию, различные антилопы, сайгак, дикие лошади, вымерший вид бизона, а также грызуны и некоторые хищные животные, такие как пещерный мертвец, лиса, шакал, пещерная гиена, бобер и другие животные. Во время раскопок в Мингичер и был обнаружен черед пьюжного мамонта. Жилы, шкуры и кожа животных использовались древними людьми для перевязки и переломов и ран. Жир применялся как смягчающее и заживляющее раны средство. Кровоточащие и гнойные раны, а также болящие зубы прижигали огнем. Пепел и сухая свернувшаяся кровь использовались как наружное кровоостанавливающее средство. В случае зуда и воспаления кожи, ее смазывали желчью животных. Люди палеолита страдали от артритов и артрозов, что вряд ли могло быть связано только со спецификой их питания. До подагры еще надо было дожить, а большинство из них погибали не достигнув 25-летнего возраста. Проблемы с мышечной и скелетной системой в значительной степени были связаны с ежедневными физическими перегрузками, которые повреждали суставы и приводили к быстрому износу организма в целом. В ледниковый период жизни осложняли морозный климат, переохлаждение и недоедание. Все это, плюс инфекционные заболевания, отсутствие элементарной гигиены и эффективных противомикробных средств, являлись причиной высокого уровня ранней смертности и низкой продолжительности жизни людей эпохи палеолита. Какова была средняя продолжительность жизни людей в эпоху палеолита? Вычисленная с учетом высокой детской смертности, ожидаемая продолжительность жизни составила от 18 до 25 лет. Многие новорожденные погибали в детстве. Однако те, кому посчастливилось перешагнуть 25-летний рубеж, имели шанс прожить еще пару десятилетий. Это подтверждается археологическими находками скелетов пожилых нендиотальцев, в частности останков инвалидов, найденных в пещерах Ля-Шепель во Франции и Шани-Дар в Ираке. В отличие от наших современников, древние люди быстрее возрослели, обладали гигантской физической силой, молниеносной реакцией и вниманием, отличной памятью, острым слухом и обонянием. Однако в древности большинство людей жили недолго. Безусловно, выживание в суровых условиях постоянной интенсивной борьбы с природой сокращает продолжительность жизни человека. Даже сегодня люди из развитых стран мира, живущие почти в идеальных условиях по сравнению с каменным веком, тем не менее, по достижении 30 или 40 лет становятся больными, теряют зубы, приобретают болезни суставов и внутренних органов, постепенно теряют мышечную силу, утрачивают выносливость, остроту зрения, слуха и скорость умственной реакции. Не случайно даже сегодня по достижению 30 лет многие спортсмены уходят из профессионального спорта, а танцоры покидают сцену. Но сегодня общество заботится о нас и лечит нас, продлевая нашу жизнь с помощью социальной опеки и современной медицины. Напротив, в суровых условиях их палеолита, проявление малейшей слабости или ошибки часто приводило к неминуемой смерти. В 2015 году ученые из Университета Северной Каролины установили, что первые признаки старения проявляются у человека, начиная уже с 25-летнего возраста. С этого момента уже заметны изменения в состоянии его кожи, печени, почек, легких, зубов, зрения и кровеносных сосудов. Однако человек может продлить молодость внеся корректива в свой образ жизни. Несмотря на недюжинную силу и здоровье, продолжительность жизни неандертальцев была меньше, чем у карманьонцев. В чем причина? Конечно, основная причина – суровые жизненные условия. Но не только это. В некоторых случаях раннее половое созревание сокращает продолжительность жизни. Очевидно, неандертальцы характеризовались более ранним половым созреванием и старением, когда короткое детство быстро сменялось с коротечной зрелостью и последующим ранним старением организма. Этот наследственный признак был закреплен генетически. Напротив, кроманьонцам было свойственно более позднее созревание и старение. Объем мозга как неандертальца, так и кроманьонца превосходил объем мозга современного человека. Однако суровые условия существования, короткая продолжительность жизни и отсутствие письменной культуры не позволяли им активно усваивать, хранить и передавать следующим поколениям необходимые знания. Это одна из причин ограниченности мировоззрения, медицинских и иных знаний людей и палеолита. Несмотря на то, что большинство людей в эпоху палеолита не доживало до 40 лет, иногда встречались и более пожилые индивиды. Это могли быть люди со сверхмощным организмом, или просто те, кому повезло. Со временем молодые сородичи стали отыкать их, потому что старики являлись кладезем полезной информации, жизненного опыта, практических навыков, в том числе, в области оказания элементарной медицинской помощи, и могли давать полезные советы молодому поколению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!